Всех приветствую на канале Рыбляндия. Давненько у моих рыбок все было хорошо. Никакие болячки их не посещали. Но, к сожалению, в аквариум пришла беда. Занесла я манку. Правда, я так и не поняла, с рыбками я занесла или с кормом, со стрептоцефалом. Первый раз взяла на птичке на пробу. И вот как бы непонятно. Но дело уже сделано, и как бы это все нужно лечить. И есть один способ проверенный, которым бы я хотела поделиться с вами. Чтобы всякие чувствительные рыбки, например, ножики, боцы и клоуны, могли спокойно пережить лечение. И, соответственно, очень быстро вы могли бы избавиться от манки. Соответственно, этот метод я сейчас подробно покажу и расскажу. К сожалению, столкнулась с такой напастью, как манка на змееголове. Во многих источниках пишут, что змееголовы не болеют манкой, но этот вид, то есть, африканский, болеет. И причем были усыплены оба. И достаточно серьезно. Поэтому нужно было срочно что-то делать. И, соответственно... Для лечения нам понадобится йодинол, анальгин хинин и антипар. Йодинол с анальгином хинином можно купить в человеческой аптеке, а антипар в зоомагазине. На свой аквариум я добавляю 90 мл единола. Это двойная доза. Так я обычно добавляю при каких-нибудь ранках или маленьких повреждениях 45 мл. Это на 450 литровый аквариум. А анальгин и хинина я, получается, добавляю 13 таблеток. Так обычно дозировка 12,5 таблеток, но я добавляю 13, потому что мне так удобнее. И рыбы, как показала практика, относятся к этому вполне себе спокойно. Антипары я добавляю из дозировки 1 мл на 100 л воды. Это для чувствительных рыб. Такая дозировка, соответственно, 4,5 мл у меня уходит на 450 литровый аквариум. Перед внесением лекарств мы делаем обязательно подмену. Сейчас я добавляю анальгин и хинин. Я вношу его в обе части аквариума. Вначале под фильтр, потом я вношу в другую часть аквариума. Это все размешивается. И, соответственно, лекарство идет по всему объему. Сейчас это дело немножко размешается здесь. И буду добавлять, получается, антипар. Единол я уже внесла. 90 мл. Заснять это немножко не получилось. Так что сейчас вот так вот. Вот эти вот таблетки, которые, ну, вернее, как оболочка, она у меня за ночь растворяется. То есть там это не смертельно для рыб и вреда это не приносит. Сейчас я буду вносить антипар 4,5 мл. Вношу я его именно под поток. Этот поток разносит лекарство по всему объему отлично. И, соответственно, мы выключаем свет. Желательно лекарство вносить именно на ночь, чтобы лекарство начало хорошо действовать. Это, получается, уже восьмой день. Вчера я сделала подмену и добавила лекарство. Лекарство я добавила в полной дозировке. Не стала уменьшать. Но точек уже не было на пятый день. То есть я в любом случае контрольное внесение сделала, потому что манка это такое дело, что если не долечить, можно потом снова и снова зарабатывать ее, не внося даже новых рыб. Поэтому лекарство действенное. У многих, возможно, на четвертый день уже пропадут симптомы, потому что в первый день я заливала остатки лекарств. Я не была готова вообще к манке к этой и заливала меньшее количество, соответственно. И некоторые могут справиться гораздо быстрее с этой напастью. Пишите в комментариях, кто чем борется с манкой. Это всегда полезно. И все способы мы должны как бы знать. Потому что один способ может уже не работать, а другой, например, какой-нибудь новый, заработать с новой силой. Как, например, было делогил раньше работал-работал, а в один момент, когда его, например, не стало, мы нашли другое средство. Также знаю по поводу луковицы в аквариум. Кладут некоторые и действительно это помогает. Поэтому пишите в комментариях, будет интересно почитать. Анальгин хинин получается одна таблетка на 37 литров. Йодинол получается 1 мл на 5 литров воды. И антипар у нас идет 1 мл на 100 литров воды. Соответственно, перед каждым внесением лекарства делать подмену. Это получается в первый день вносить лекарства, на третий день вносить лекарства, на пятый, на седьмой. Я все эти дни дозировку не уменьшала. То есть как шла, так и шла. Соответственно, кроме первого дня, где у меня остатки были лекарств. Надеюсь, это видео вам будет полезно. Но и также надеюсь, что вы с манкой не будете сталкиваться. Но тот, кто уже столкнулся, этот метод вам поможет 100%. Спасибо за просмотр. До новых встреч.